Добрый день, дорогие студенты! Сегодня наша тема Криптографический алгоритм с открытым ключом и их использование В этой лекции изложены наиболее известные криптографические алгоритмы с открытым ключом RCA алгоритмы DeFi-Hellman, алгоритм L. Gamale Описание каждого из алгоритмов сопровождается подробным примером Также в этой лекции сформулированы принципы работы криптографических систем на эллиптических кривых Цель лекции – изучить принципы работы неких криптографических алгоритмов с открытым ключом План алгоритм RCA, шифрование алгоритм DeFi-Hellman, алгоритм L. Gamale Криптографические системы на эллиптических кривых, возможные атаки При использовании алгоритмов асимметричного шифрования «Атака человек в середине» Атака на основе выбранного открытого текста И список литературы, к которому можно обратиться по дополнительным вопросам Так, основные сведения Алгоритм шифрования с открытым ключом RCA был предложен одним из первых в конце 70-х годов XX века Его название составлено из первых букв фамилии авторов Араевиста Шамира и Адлемана Алгоритм RCA является, наверное, наиболее популярным и широко применяемым асимметричным алгоритмом в алгоритмических системах Алгоритм основан на использовании атак того факта, что задача разложения большого числа на простые со множителем является трудной Криптографическая система RCA базируется на следующих двух фактах из теории чисел Первая задача проверки числа на простоту является сравнительно легкой Вторая задача разложения чисел вида N равная PQ, где P и Q простые числа На множителе является очень трудной Если мы знаем только N, A, P и Q большие числа, это так называемая задача фактуризации Подробнее о ней смотрите основные положения теории чисел, используемые в криптографии с открытым ключом Алгоритм RCA представляет собой полуточный алгоритм шифрования, где зашифрованные и не зашифрованные данные должны быть представлены в виде целых чисел между 0 и N-1 для некоторого N Шифрование Итак, рассмотрим сам алгоритм Пусть абонент A хочет передать зашифрованное сообщение абоненту B В этом случае абонент B должен подготовить пару Открытый ключ, закрытый ключ и отправить свой открытый ключ пользователю A Первым этапом является генерация открытого и закрытого ключей Для этого вначале выбираются два больших простых числа P и Q Затем вычисляется произведение N Где N равен P и Q После этого определяется вспомогательное число F Где F равно P-1 умножен на Q-1 Затем случайным образом выбирается число D меньше F и взаимно простое с F Далее необходимо найти число E такое, что E, D, M, F равна 1 Числа D и E будут открытым ключом пользователя, а значение E закрытым ключом Таким образом, на этом этапе у пользователя должна быть информация, указанная в следующей таблице Открытый ключ, закрытый ключ Где пользователь системы N открытым ключом является D, а закрытым E Так как пользователь B хочет получить зашифрованное сообщение от пользователя A Значит, пользователь B должен отправить свой открытый ключ D, N пользователю A Числа P и Q больше не нужны Однако их нельзя никому сообщать Лучше всего их вообще забыть На этом этап подготовки ключей закончен И можно использовать основной протокол RCA для шифрования данных Алгоритм Дейфи Хельмана Первая публикация данного алгоритма появилась в 70-х годах 20-го века В статье Дейфи Хельмана В которой вводились Основные понятия криптографии с открытым ключом Алгоритм Дейфи Хельмана Не применяется для шифрования сообщений или формирования электронной подписи Его назначение в распределении ключей Он позволяет двумя более пользователям обменяться без посредников ключом Который может быть использован затем для асимметричного шифрования Это была первая криптосистема Которая позволяла защищать информацию без использования секретных ключей Передаваемых по защищенным каналам Схема открытого распределения ключей Предложенная Дейфи Хельмана Произвела настоящую революцию в мире шифрования Так как сменила основную проблему классической криптографии Проблему распределения ключей Алгоритм основан на трудности в учислении дискретных логарифмов Попробуем разобраться, что это такое В этом алгоритме, так и во многих других алгоритмах с открытым ключом Вычисление производится по модулю некоторого большого простого числа P Вначале специальным образом подбирается некоторое натуральное число A Меньшее P Если мы хотим зашифровать значение X То вычисляем Y равен A в степени X мод P Причем имея X вычислить Y легко Обратная задача в числении X из Y является достаточно сложной Экспонент X как раз и называется дискретным логарифмом Y Таким образом, зная о сложности вычислений дискретного логарифма Число Y можно открыто передавать по любому каналу связи Так как P в большом модуле P исходное значение X подобрать будет практически невозможно На этом математическом факте основан алгоритм Дэйфи Хеллимана для формирования ключа Алгоритм Эль Гамаля Асимметричный алгоритм предложен в 1985 году Эль Гамалем универсален Он может быть использован для решения всех трех основных задач Для шифрования данных, для формирования цифровой подписи и для согласования общего ключа Кроме того, возможна модификация алгоритма для схем проверки пароля, доказательства идентичности сообщений и другие варианты Безопасность этого алгоритма, так же как и алгоритма Дэйфи Хеллимана, основана на трудности вычислений дискретных алгоритмов Этот алгоритм фактически использует схему Дэйфи Хеллимана, чтобы сформировать общий секретный ключ для абонентов Передающий друг другу сообщение И затем сообщение шифруется путем умножения его на этот ключ И в случае шифрования и в случае формирования цифровой подписи Каждому пользователю необходимо сгенерировать пару ключей Для этого, так же, как и в схеме Дэйфи Хеллимана, выбирается некоторое большое простое число P и число A Такие, что различные степени A представляют собой различные числа по модулю P Числа P и A могут передаваться в открытом виде и быть общими для всех абонентов сети Затем, каждый абонент группы выбирает свое секретное число ХИТ, где 1 меньше ХИТ больше P-1 И вычисляет соответствующее ему открытое число ИГРИКИТ, где равняется А в степени ХИТ мод P Таким образом, каждый пользователь может сгенерировать закрытый ключ ИХИТ и открытый ключ ИГРИКИТ Информация о необходимых параметрах системы сведена в следующую таблицу Как вы видите ниже Пользователь 1 Общие параметры, где является ПА Открытым ключом ИГРИКИТ, закрытый ключ ИХИТ Пользователь ИТ ИГРИКИТ, ИХИТ Криптографические системы на эллиптических кривых В 1985 году американские ученые Н. Коблиц и В. Миллер Предложили использовать для криптосистем с открытым ключом теорию эллиптических кривых Дальнейшие исследования подтвердили наличие подходящих свойств у этих математических функций И привели к созданию реальных криптографических систем Используйте их в математический аппарат эллиптических кривых С 1998 года использование эллиптических кривых для решения криптографических задач Таких, как цифровая подпись, была закреплена в стандартах США NCI X9.62 и FIPS 1862 А в 2001 году аналогичный стандарт ГОСТ П3.4.10 2001 был принят и в России Основное достоинство криптосистем на эллиптических кривых состоит в том, что По сравнению с другими асимметричными криптосистемами, рассмотренными нами ранее, Они обеспечивают существенно более высокую криптостойкость при равных затратах на обработку ее вычислений Это объясняется тем, что вычисление обратных функций на эллиптических кривых значительно сложнее, чем, например, вычисление дискретных в алгоритмах Алгоритм Дэйфи Хельмина и Эль Гамаля при решении задачи факторизации алгоритма RSA В результате тот уровень стойкости, который достигается, скажем, RSA при использовании 1024-битовых модулей В системах на эллиптических кривых реализуется при размере модуля 160 бит Это обеспечивает более простую как программную, так и аппаратную реализацию Криптография эллиптических кривых использует достаточно сложный аппарат высшей алгебры Поэтому мы в рамках данного учебного пособия не сможем подробно рассмотреть используемые на практике алгоритмы И выполнить соответствующие примеры вычислений Сформулируем основные принципы построения криптографических систем с использованием эллиптических кривых Как вы видите, рисунок ниже В картографии используются эллиптические кривые на плоскости, определяемые ровнениями вида y в степени 2 равны x в степени 3 плюс ax плюс b мод p Где p некоторые большие простые числа, а а и b константы График эллиптической кривой при разных значениях параметров а и b имеет вид, как показаны на рисунке варианты графиков эллиптических кривых Принцип использования эллиптических кривых следующие Для группы пользователей выбирается общая эллиптическая кривая e И некоторая точка g на ни С открытым ключом пользователя выступает некоторое целое число С открытым точкой d на кривой e Полученные в результате специального преобразования композиции с использованием числа c Параметры кривой и список открытых ключей абонентов, как и обычно, передаются всем пользователям сети Открытые и закрытые ключи пользователей используются для выполнения операций шифрования и расшифрования В зависимости от назначения алгоритма С помощью эллиптических кривых могут быть реализованы многие известные протоколы с открытым ключом Любая криптосистема, основанная на дискретном логарифмировании, легко может быть перенесена на эллиптические кривые Например, можно заменить математические операции вида y равной gx mod p На операции математического аппарата эллиптических кривых В алгоритмах формирования ключей Дейфи Хельмана или вычислений цифровой подписи или гамаля В результате получаются те же алгоритмы, но с другими математическими операциями Несмотря на сложность математического аппарата эллиптических кривых Существуют эффективные вычислительные методы, позволяющие достаточно быстро реализовывать необходимые расчеты За счет использования модуля меньшей длины операции генерации ключей и шифрования Выполняются быстрее, чем сможем в алгоритме RSA Скажем, в алгоритме RSA или классическом алгоритме Дейфи Хельмана Криптографические методы на эллиптических кривых считаются перспективными И закрепленные в различных стандартах находят применение в современных системах защиты информации Атака человек в середине Попробуем проанализировать простейший протокол шифрования с открытым ключом Рассмотрено введение в криптографию с открытым ключом С точки зрения возможности проведения злоумышленникам различных атак Вспомним, что этот протокол предусматривал следующие действия пользователей Если пользователь А желает передать секретное сообщение пользователю Б так, чтобы никто другой не смог его прочитать Он должен получить от пользователя Б открытый ключ и зашифровать свое сообщение этим открытым ключом Зашифрованное сообщение может пересылаться по модулю каналу связи Например, по электронной почте Получив сообщение от пользователя А, пользователь Б может расшифровать его своим закрытым ключом РБ Такая процедура обмена зашифрованными сообщениями с использованием асимметричного алгоритма Не позволит противнику, контролирующему открытый канал связи По перехваченным открытым ключам и зашифрованным сообщениям восстановить исходные сообщения Это обеспечивает свойство односторонней функции, а именно сложностью вычисления обратной функции Однако такая схема уязвима Для атак типа Man in the middle Человек в середине Эта атака заключается в следующем Допустим, злоумышленник может не только перехватывать сообщения, но и заменять их другими То есть имеет возможность осуществлять активную атаку Это вполне возможно в современных сетях передачи данных, например, в интернете Где информация от одного пользователя передается другому через множество промежуточных узлов Неконтролируемых этими пользователями, злоумышленникам Может быть, например, системный администратор сети Такой нарушитель может не только перехватывать сообщения пользователя, но и изменять, удалять Или заменять их своими Он может выдавать себя за одного из участников сеанса связи Вот как может производиться атака Main in the middle Пользователь B посылает пользователю A свой открытый ключ и UB Противник перехватывает этот ключ, сохраняет его и заменяет его своим открытым ключом UB Пользователь A шифрует свое сообщение им, получаемым открытым ключом UB Предполагая, что использует открытый ключ абонента B и пересылает зашифрованное сообщение пользователя UB Злоумышленник перехватывает это сообщение, расшифровывает его своим закрытым ключом UB Читает и меняет, а затем зашифровывает открытым ключом пользователя B и посылает пользователю B Итак, спасибо за внимание